Здравствуйте, хорошо мне слышится, Елена Александровна? Хорошо. Совкомбанк, отдел взысканий, меня зовут Марина Николаевна, у вас 7 дней по денежному кредиту нет оплаты. 3 400 рублей долг, вам выставлено требование банка до 23 января оплату внести. Вы когда будете оплачивать? Мне прям выставлено, да? Ага, ага. Так. 23 нужно внести, вы когда оплатите? Я не знаю, я хотела бы требование банка хоть посмотреть. Где вы выставили это хоть? График платежей вам выдали, Елена Александровна. Вы так иногда ведите диалог, что согласно графику платежей, на основании договора, вам необходимо было внести такую-то сумму в такой-то срок. Однако, в связи с тем, что платеж не поступил, мы просим вас, пожалуйста, внесите оплату. Нет, мы вас абсолютно не просим, Елена Александровна. Не просите? Тогда до свидания. Мы требуем, требуем. А требовать вы будете на кухне, когда зарплату вам муж не принесет, и вы будете стучать ногами, кричать на него. Я требую, чтобы ты приносил зарплату, потому что я тебя кормить не буду тогда. Это вы будете стучать ногами и кричать. Нет, это вы же требуете, вот так дома и требуете. А по телефону меня вы просто просите. Я корректно вам сказала. Вы начинаете сопротивляться что-то там, пытаться как-то доказать, что вы настолько важная персона, и что-то можете мне по телефону потребовать. Собор, до свидания. Не надо со мной, будь и сон, разговаривать. До свидания. Прощайте. Здравствуйте. Я слушаю. Я слушаю. Микрофинансовая компания «Банкер Мини» зовут Чумакова, Анастасия Сергеевна, и я ваш финансовый консультант. Зинаида Валерьевна, все верно. Да. Можно, пожалуйста, дать вашего рождения услышать? О. По какой причине вы не хотите свое рождение называть? Такое право. Такое право. Зинаида Валерьевна, у нас не решенный вопрос в компании. Может быть, поэтому вы не хотите это рождение называть? Я ее не называю только потому, что я решила воспользоваться своим правом и никому не обучивать свои персональные данные по телефону, который мне сейчас звонит. А именно, вы можете назвать номер телефона, которого вы знаете? Зинаида Валерьевна, да? Заверите мне, пожалуйста. Не скрываем номер телефона, это раз. А смысл вот от этого номера? Вы каждый раз снова звоните. Поэтому никакую дату рождения и иные персональные данные я называть не буду. Прощаемся. Он вам. Вас приветствует... Алла, здравствуйте. Альфа-банк специалист Евгения. Зинаида Андреевна, это вы? Да. С отдела клиентского вискания поступает звонок. 12-й день на задолженности. Находитесь по двум кредитным продуктам в Альфа-банке. Марина Андреевна, требования банка в течение суток оплата должна поступить. Сумма к оплате у вас по кредитным картам составляет 4000 рублей. По кредитному продукту моей покупки 1120 рублей. Оплата поступит? Нет пока средства. Вы вам больше не говорите? Нет. Марина Андреевна, я еще раз вам повторю, что банк выставил четкое требование. Где он выставил четкое требование? Нахватались друг у друга и повторяете, блин, как попугаи. Никакое требование мне банк не выставил. Ни четкое, ни не четкое. Он мне вообще ничего не выставил. Мне позвонил оператор. Блядь, доение. Я звучала по телефону просьбу. Требует она. Сидит на табуретке, значит, с гарнитурой на башке и требует. Какие все весомые и значимые. Когда ты будешь нормально разговаривать, тогда и будет конструктив. А пока исключительно деструктив. Требовальщики одни. У нас пол России требовальщиков. Не хочу больше ничего слушать. Все, ты потребовала? Эта оплата не поступает. Замечательно. Что будет? Что будет? Что? Барк может выставить окончательное требование. Ну все. Землетрясение просто. Да, сумма основного долга может быть выставлена. Это примерно 30 тысяч рублей по кредитной карте и 8600 рублей. Ну и что, что вы выставите эту сумму? Я подорвусь и побегу ее выплачивать? Вы себя слышите или нет? На порядке выплачивать. Марина Андреевна, да, я себя прекрасно слышу. Ты себя не слышишь. Если я не вношу 3 тысячу, то я 30 побегу вносить, потому что банк меня потребовал. Вы что, судебный орган какой? Ваши какие-то требования обязательные к исполнению. Вы кто? Вы экономическая эта структура, подразделение, коммерческая организация. Вы себе в это вдолбите, что вы никто. Алло. О, Зинаида Валерьевна. Ага. Да, здравствуйте, Зинаида Валерьевна. Это компания Фосмания, МКК. Да, 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 хорошо слышите, нет? Очень хорошо. Да. Я Максим Сергеевич Мехмедовна завтра сделал записывать. Зинаида Валерьевна, по оплате, по договору зарплату у вас там просрочка уже больше двух недель. Вы там когда собираетесь-то оплатки-то закрывать? Не собиралась. А? Не собиралась. Я же говорю, телефон поменяется, и у вас связь наладится. Какой телефон? С которого вы сейчас разговариваете. Все, народ, все. Все нормально с телефоном. Э-э. Зинаида Валерьевна, оставьте по займу, когда будете закрывать? Не собиралась, я говорю. А чего так? Да там остатки пусть остаются. Ну-ка, проясните. Вы в своем уме, с вами все хорошо? Все хорошо, да. А чего это вы так решили вдруг? Ну вот так решила, думала, думала и думаю, зачем остатки пусть останутся у вас. Пользуйтесь. И гори, оно все ясным пламенем, да? Ну да. Ну понятно. Ладно, я понял вас. Счастливые люди. А что вы поняли? Ага. Ладно, все, ладно. По-другому вопрос будем решать. До свидания. Страшно-страшно. Пока. Да, Алё. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Александровна Бель. Банк Восточный экспресс за судебное дело. Меня зовут Ирина Владимировна. Бакарти Долг плат в нашем банке. Фамилия ваша? Уткина Ирина Владимировна. 13 600 дозов. Почему? Долг. Мне платят. Специалист банка. Вам что это, о чем-то скажет, Ирина Александровна? Мне там многом скажет. О чем это вам скажет? И что мне звонит какая-то посудомойка восточного банка. Правда? Да. Я о своих подозрениях помолчу, Ирина Александровна. Вот и помолчи. Через двух дней поступит оплата по требованию банка. Вы вообще разговаривать не разрешили. Вы будете в долгах сидеть и с коллекторами общаться. Не вякает. Что вы говорите? А вам что разрешили, Ирина Александровна? Я не буду разрешения с какой-то мразоты спрашивать. Вы не работаете? У вас денег нет. Не платите. Перебьете без моих денег. Почему бы нет? Вы что так разговариваете? Вам что позволил? Вы только чужие деньги так не умеете. Но я у кого должна разрешение-то спрашивать, а? Вы только чужие деньги за чужой счет можете жить, да, Ирина Александровна? Я еще буду разрешение спрашивать с восточки. На большее вы не способны, Ирина Александровна, да? Ой. Что вы говорите? Для тебя нет, конечно. Сколько же вам нет, что вы так разговариваете? В 88-го года рождения, но надо же. Не свое дело, там сколько лет. Ты позвонила сколько лет, нужно. Ты бы сказала нет. Если вы будете с коллекторами общаться. Конечно буду. Про родственников не попреждайте, что они так же, как вы, иные сделанные сновки. Напугала она коллекторами. Еще кто-то ведется на твоей пугалке. А? Или ты сама их так боишься? А ваши счета, которые коммунальные, но я так понимаю, что вы не работаете, сидите в долгах. Будут арестованы, позвонят подписи нотариуса. Ты хочешь определись, мрак, коллектору, если за подписью нотариуса пойдешь и считаешь. Можете хамить и ругаться матом. Я не знаю, все подряд в одну кучу собрала, потому что вы не работаете, денег у вас нет. А у тебя много-много, вот и я пыш. Да, представляете, а вы не можете заработать, сидите и не можете заработать в долгах. Да, конечно, я не буду даже стараться, чтобы ваши восточки отдавать. Все? Все спрашиваю. Все спрашиваю. Все спрашиваю. Мы все равно возьмем. Ну, немножко, да. Больше, чем вы думаете. Особенно ты будешь больше всех хапать. Да, будете пожизненно оплачивать нам долгих. Самое низшее звено больше всех возьмешь. Я же фиксировала официальный отказ от погашения. Я же фиксировала, где на лбу у себя-то написала. Я идиотина, да, себе? Угу. Ну, ай, какая теперь красивая. Да, да, да. Очень смешно, Ирина Александровна. Тяжело жить без мозгов. Ну, в принципе, тебе легко, наверное. Вот, да, я в принципе, да, вижу. Сидит целый день по телефону. Даже вижу, Ирина Александровна. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Ммм, как тебе офигительно живется. Да, мне очень хорошо живется, а вам, смотрю, очень плохо. Живется вы в долгах, Ирина Александровна. Дебилушка. В долговой яме. Не можете выбрать, Ирина Александровна? Ой, да-да, тебе бы так жить, как я живу. Все, давай, взыскательница, чудо, видит она по телефону, все увидела. Конечно, вижу, все увидела, все увидела. Конечно, успокаивайся, успокаивайся, коллектор. Им будете рассказывать, как вы хорошо живете. Давай определись, куда пойдешь, за надписью или коллектором. Да, готовьте деньги, родственников предупреждайте. И всех предупредим, со всех городов родственников. Предупредите, предупредите. Ого, ого, давай, взыскательница, проваливайся. Да, 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 да. Я спиксировала отказ от погашения. Еще три раза. Ждите коллекторское агентство у себя дома. Недоразвитые пугало. Мне вас жалко, до свидания. Давай, идите в свое место на огород. Да. Ирина Александровна. Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Олег Николаевич Загербанк. 21 числа мы с вами договорились, позвонились, помните? Мы с вами. Да, не помните, ну понятно. 21 чего, декабря? Скажите, что-нибудь изменилось за это время, начиная от нашего последнего разговора? Ну, посмотрите, пополнение счета, если не поступило, значит ничего не изменилось. Понятно. Так, хорошо. Ну, скажите, вы вообще намерены гасить свои просочки или не намерены? Давайте я не приможу. Я не намерена, нет. У меня же нечем. Почему? Нечем оплачивать? Угу. Ну, понятно. А вы на сегодняшний момент трудоустроены или нет? Ну, у меня мало денежков в зарплате моей. Помаду хочу купить, но ее не могу купить. То есть вы работаете или не работаете? Работаю, но денежков мало. А сколько, если не секрет, у вас заработная плата ежемесячно? Да я вам сейчас скажу, блин, а вы всем расскажете, я не буду вам говорить. Ну, понятно, вы, в общем... Вы заплачете от моей зарплаты. Вам станет меня жалко. Ну, так все-таки. Мало, очень мало. Хорошо, давайте мы серьезно будем разговаривать. Вы, я так понимаю, начинаете словно до какого-то устраивать. Конечно, словно до-то. На сегодняшний момент 57 тысяч 539 рублей. Так. У меня у вас четкий ответ. В течение недели мы сможем погасить бедро? Нет, не сможем. Почему? Опять почему. Потому что даже на помаду нет. Ну, то, что на помаду нет, это, извините, у меня не хватит за проблему, что на помаду нет. Ага, мои проблемы. Интересно. Ну, а чьи мои, что ли? Ну, а чего вы тогда начинаете? Если у меня на помаду нет, а на 53 тысячи внести, я внесу с легкостью прям. Слегонца так. Ну, а 4 кредита для чего-то выбрали, чтобы не платить? Я платила же, платила. Не надо возмущаться. Была возможность, платила. Кот с голоду вон пухнет и орет. Просто я, как бы, ну, вы не знаете, с какой целью? В первую очередь, переостеричь вас от всех неприятностей донешить. Ну, в лице Сбербанка просто приобретете себе... Ну, что я приведу, ну, господи, 4 исковых заявления, либо там 4 судебных приказа. Возможно, несколько возможных исполнительных производств. Что вы прям так, как будто меня это в тюрьму поставили? Ну, так как, если бы, хорошо, исполнительное производство, если оно возбудится, вы же понимаете, выискивать на приставы будет... Да, ну, не возбудится, оно будет возбуждено приставом, возбудится, вы так сказали. Ну, понятно, 50% зарплаты раскидает на эти 4, как бы, кредишки. А что от вашей зарплаты оставаться будет? Ну, всю жизнь, значит, без помады буду. Что же я вам сказала, что я взяла и не буду платить, но буду платить теми возможными платежами, которые вот жизнь мне позволит. Понятно. Кредитная история будет испорчена. Ну, она уже испорчена, все, про нее можно забыть. Ну, у вас, кстати, есть обязательства еще? У меня есть, и все у меня испорчено, все, что можно. То есть, понятно. То есть, вы набрали кредитов, я правильно вас понимаю, с той целью, чтобы потом в дальнейшем не оплачивать. О, 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 понесло кобылу в щавель, как говорит он, неизвестная личность. Нет, мы же с вами диалог ведем, правильно? Я задал вопрос. Вы не ведете диалог. Вы в данный момент хотите меня, вы знаете, оказать на меня именно моральное воздействие, что я вот такая вот нехорошая, такая все плохая, но понабрала, ограбила Сбербанк России, и теперь сижу, жирую от этих денег, да, и специально не иду, не плачу. Ну, я над вашей логикой просто угораю. Ладно бы я набрала и вообще прям с первого месяца пошла бы в просрочку и сказала, видала я вас. Но это же не моя ситуация, правильно? Правильно. Ну, конечно, с первого месяца нельзя, там нужно все-таки уголовную ответственность. Да почему нельзя, ну какая уголовная ответственность? Ну, потому что, потому что 159, 159, уголовного кодекса звучит, предоставление заведомо ложных сведений при заключении кредитного договора, которое подразумевает, когда заемщик предоставляет заведомо ложные сведения касаемо работы, паспортной данной, заработной платы, стоит с целью, чтобы банк выдал ему кредит. То есть дает ложные сведения, например, о своей зарплате. Не 15 тысяч, как получает, а 55 тысяч напишет в анкете в этой, получает. И если он не работает, а напишет, что работает, из-за того, что он так дал ложные сведения, банк обязательно выдаст ему этот зарплату либо кредит. Вы будете бегать к приставам, просить, чтобы они не... каким-то образом снимали меньше денег с вас. Никуда я не буду бегать. Положено по этому 50% от зарплаты и будут снимать. Смысл мне бегать и меньше, просить, только потому, что вы под этим кредитом затянете на года. Зачем вы рассказываете мне про 159-ю статью, хотя ничего в ней не понимаете? Хотя по голосу видно, что вы бывший сотрудник. Прямо вот у вас речь поставлена. Послушайте, вы поверьте мне, поверьте мне. Просто вы мне сейчас несете вот этот бред. Я денег не найду. Все, стопэ, их нету. Да понимаете, важно понимать последствия в дальнейшем. Вот на сегодняшний момент мы сейчас с вами можем договорить. Никаких последствий не будет, кроме спаллистных производств. Что договариваться о чем? Давайте я вам пообещаю, оплатить я не оплачу. Вам легче от этого будет? Я могу вам пообещать. Нет, зачем мне ваше обещание? Мне от вас нужен платеж. Платежа не будет, денег нет. Не будет. Значит, я ставлю отказ, да? Ставьте отказ. Обязательно с подчеркиванием, если собираетесь ничего оплачивать. Правильно. Я их отменю. 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 Чтобы судебные приставы поставили арест вам. Да мне плевать. Чтобы вы сидели без выезда. Плевать. Они это и по закону обязаны делать. Вы никто, чтобы это... Вы можете приехать к приставу и сказать, ну что там, что у нее взыскали. Вы там на счет арест наложили, на зарплату отправили исполнительный лист. Вы зачем себе больше полномочий имейте, нежели у вас есть? Вы почему в людях дураков вообще увидите? Слушай, вам 31 год. Конечно, потому что ты пиздишь сидишь. Ну, тем более еще переходите вот на... Ну, то что ты пиздобол. Иди отсюда нахер. Под контроль он возьмет хуйню. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Игорь Денис Радимович, зовут меня. Я специалист компании «Сирилл Стрейд». Звонок с целью клиентского обслуживания. Поступает он, также записывается. Кинозимир Валерьевна? Да. Да. И я по ОМКК «Агора» от личных наличных звонил вам. По поводу задолженности у вас по займу 24 717 рублей. 32 дня просрочки. Вы, пожалуйста, подскажите, что случилось, почему не оплачиваете? У меня все хорошо. Хорошо. Хорошо все? Угу. А почему что тогда вот произошло, то что это платный поступает на просрочки? Ну, я не буду вам ничего говорить. Прям вообще такого дикого желания у меня не возникает. А почему? Ну, у меня кредитор пока не уведомил, что серьезно привлек для работы со мной. Как уведомить, то обязательно пообщаемся. То есть вы отказываетесь из-за со мной разговораете? Ну, естественно. Хорошо, я фиксирую. Пошел тогда в третьем элите на вашем разговоре. Может быть, они все будут? Ну, хорошо, давайте, пока вас в ССП не нагнет побеседовать. Хорошо, пусть нагибают нас тогда. До свидания. Прощай, мрач. Добрый вечер. Я пришла сегодня сюда, чтобы сказать вам огромное спасибо за этот день. За ваши поздравления, за ваши сюрпризы, за ваши подарки, за те эмоции, которые сегодня я испытала. Это что-то нереальное. Я даже ошибусь, если скажу сотни. Тысячи человек. Тысячи человек, которые поздравили. Вы знаете, я в таком состоянии, наверное, еще никогда не находилась. Сегодня были и слезы, и радость, и улыбки. Но слезы были от радости. Просто столько впечатлений, которые одни менялись другими. И я очень вам за это благодарна. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok